Всем добрый день. У нас сегодня пресс-конференция, посвященная завершению регулярного сезона в КХЛ, и также завершению регулярного сезона в МХЛ и предстоящему плей-офф МХЛ. Для начала представлю вам наших спикеров. Это спортивные директоры хоккейного клуба «Спартак» Роман Сергеевич Беляев и главный тренер молодежной команды «Спартак» Филипп Юрьевич Медлюк. Начнем давайте с подведения итогов. Пожалуйста, Роман Сергеевич, подведите итоги для основной команды и перед стартом плей-офф для молодежи. Здравствуйте. Что касается команды КХЛ, результат недовольтворительный. Команда в плей-офф не попала. Сейчас эмоции спадут. Мы сядем, проведем анализ, поймем, почему-то произошло, какие причины были, как мы это все можем исправить. Нам нужно время для того, чтобы самим ответить на вопросы, почему у нас не получилось. Что касается команды МХЛ, то считаю, что регулярный чемпионат команда прошла достойно. Мы сделали достаточно такой серьезный шаг и в таблице по итогам регулярки. Если в том году мы были восьмые конференции, сейчас мы пятые. Это, я считаю, такой достаточно хороший результат. У нас молодой тренер Филипп Юрьевич. Да, где-то в начале сезона у нас были вопросы к его работе, к команде. Да, но это процесс. Я считаю, что к старту плей-офф молодежная команда подходит в роли таких теневых фаворитов. У нас хорошая команда. Мы спустили туда большую группу игроков, которые имели опыт игрок в КХЛ в этом году. У нас есть ребята с опытом победы в прошлом году в составе «Скает» и «Никита Чибриков» и «Федя Свечков». Так что хорошая команда, и все будет от них зависеть. Я считаю, что у нас хорошие шансы против «Красной Армии». Дальше уже посмотрим, как все получится. Филипп Юрьевич, что вы скажете по итогам регулярного сезона и какие ваши ощущения перед плывом? По итогам регулярного чемпионата ребята прогрессируют, как с начала сезона. Добавляли с каждой игрой и прошли, в принципе, сезон так по восходящей. И в конце уже регулярные, уже подошли в оптимальной форме. И, в принципе, заняли пятое место. Ребята молодцы, старались весь сезон. И по поводу плывов. Мы сейчас готовились, плодотворно готовились. И подойдем, я так думаю, что в оптимальной, тоже в хорошей форме, в игровой. И, конечно, здесь хорошие шансы первый круг пройти. А так, в команды, в принципе, все равны, все хорошие. И будем стараться, стараться проходить, выигрывать каждую игру. Спасибо. Коллеги, теперь к вопросам перейдем. Давайте я начну. Давай так. Добрый день еще раз. Роман Сергеевич, наверное, первый вопрос к вам. В этом сезоне, по понятным причинам, многие легионеры уехали из КХЛ. Кого-то не удалось подписать, кого хотелось бы. Ну и, соответственно, многие команды стали делать ставку на молодежь. Торпеда, в частности, я считаю, Спартак. И вот все знали, наверное, до прошлого сезона Чибрикова, Свечкова, я даже себе специально записал, Савикова. А в этом сезоне, те, кто не следил за молодежью Спартака, узнали еще Усманова, Фатахова, Сусуева, Орлова, Хайрулина, Германа Точилкина. Вот скажите, вот эта молодежь, которая появилась в этом сезоне, может быть, это можно считать позитивным, одним из позитивных итогов сезона именно для взрослой команды? Я думаю, что в этом году по разным причинам большая группа молодых игроков получила практику игры в КХЛ. Кто-то более успешно, кто-то еще не готов к этой лиге. У нас большая группа молодых игроков, это была, в принципе, основной задачей, когда мы приходили в Спартак, о том, что мы должны создать некую такую базу. Потому что без базы, без молодых игроков очень сложно выстраивать хорошую команду. Потому что даже, например, в Северной Америке есть несколько путей становления команды, это через рынок свободных агентов, это когда приходится переплачивать. И также через драфту, где ты собираешь молодых ребят и вместе с ними уже строишь команду. Но это надо время, это несколько лет, это не нами придумано, это общая практика. И, конечно, то, что наши молодые игроки получили опыт игры в КХЛ, это хороший задел на будущее. Дальше мы уже, как я говорил, проведем анализ, кто из тех ребят, кто играл уже близок к КХЛ на следующий сезон. Кому-то, может быть, надо будет еще поиграть или в высшей лиге набраться опыта, либо, может быть, кого-то мы также отдадим в аренду, как в этом году. Произошло с Костенко и Сточилкиным. В принципе, мы довольны тем, что мы сделали, и мы получили обратную связь от Куингуни. Они тоже очень довольны над сотрудничеством по молодым ребятам. И если всех все будет устраивать в следующем году, я думаю, что мы ее повторим. Вот и вдогонку еще один вопрос про это же. Вот если все эти ребята в следующем сезоне еще больше мясом обрастут, заматереют. Как вы считаете, способен «Спартак» улучшить результат нынешнего сезона? То есть плохо? Все хотят, чтобы молодые как можно быстрее развивались и делали какие-то большие шаги, но время тоже тяжело обмануть. И это процесс, в который вовлечены практически все организации, тренеры и сами игроки должны хотеть становиться лучше. То, что эти ребята должны в следующем сезоне улучшать свой результат, это, конечно, 100%. Конечно, молодые они могут... Самое главное, чтобы молодые начинали влиять на результат. Потому что, конечно, хорошо, когда они выходят на лед, но они должны что-то команде давать. Или голы, или очки, или... Они должны просить пользу. Если люди, молодые игроки, будут просить пользу, конечно, с точки зрения бизнеса и с точки зрения становления команды, конечно, у них будет приоритет составить. Но еще раз повторю, они должны быть готовы к лиге, да, и искусственно. Конечно, бывают случаи, когда игроки получают место в составе искусственно. Это делается для того, чтобы они как можно быстрее развивались. Но я еще раз повторю, что они должны соответствовать уровню этой лиги. А лига КХЛ, как вы знаете, она не очень такая простая. И многие иностранцы в этом году, приехавшие в эту лигу, да, они... Ну, это как бы каждый год, так что многие иностранцы, они не понимают до конца уровень соревнований нашей лиги. И в этом году еще, вы знаете, увеличилось количество матчей. Такой сезон был пробный. Я думаю, что многие команды, в том числе и наша команда, после сезона сядем и поймем, как и готовить команду, и как в паузах, если так же будет одна пауза, как в этом сезоне. Что делать, как делать, потому что пока больше вопросов, чем ответов. Спасибо. Андрей. Скажите, а какое критическое количество времени отведено на достижение определенных результатов? Ну, тут такой момент, что просто нужно становиться лучше. С каждым сезоном, с каждой игрой, как бы, мы должны понимать, что и команда, и организация растет, становится лучше. Ну, вы же понимаете, что соответствовать определенным большим задачам нельзя сразу. И практика нашей лиги показывала, что просто так взять и подписать лучших игроков на рынке – это еще не гарантия успеха. Все-таки самый главный процесс – сделать из набора хоккеистов, набора игроков команду. И это основная задача, которая стоит перед, ну, обычно перед тренерским штабом. Потому что, вы видите, и в этом сезоне есть команды, которые перед сезоном не входили в группу каких-то там фаворитов, да, но у них получилось. И, конечно, есть несколько тоже оценок работы там и тренеров, и организации, что если у тебя есть набор игроков, и набор игроков играет, выступает лучше, чем они есть. Это, конечно, хорошая работа тренеров. Если команда выступает хуже, чем наличие хоккеистов, конечно, есть вопросы к тренерам. Но тут как бы все вкупе. Конечно, нам хотелось бы как можно быстрее, чтобы молодые росли, чтобы мы начали выигрывать, чтобы это было не так затратно. Затратно. Конечно, это все хотят, но нужно время. Так, можно еще один вопрос? По поводу легионеров. Те, которые вот сейчас есть в Спартаке, это Кин, это Рыбор, Вороны, да, ну и относительно как-то Принц. Они остаются? Или будет какая-то... Ну, вы же знаете, да, что следующего сезона у нас как бы новые правила игры в лиге, это три иностранца, и если раньше практически не было, как сказать, возможности ошибаться, да, особенно у команд, где есть этот лимит, я говорю про русские команды, да, то сейчас три иностранца, и вообще ошибаться нельзя. Рынок иностранцев в течение года, я бы не сказал, стал хуже, лучше, его просто нет, да, там появляются сейчас предложения разных игроков там из, ну, не самых сильных, и великих европейских, и игроки, которые там играют. Ну, я считаю, что мы в данной ситуации не должны торопиться, и по тем иностранцам, которые, ну, вернее, по тем позициям, которые мы должны будем усиливать, зависит от того, как мы проведем подписание игроков с русским паспортом. Если нам получатся основные позиции усилить игроками с русским паспортом, то, конечно, наши проблемные позиции мы будем тогда смотреть на иностранцев. Что касается наших игроков, да, у нас на следующий час он подписан, один иностранец, это Рыба, у него контракт, скоро, я думаю, мы объявим о продлении контракта с Клинцем. Но Шейн является иностранцем на данный момент, потому что имеет паспорт Белоруссии. Клин, молодой игрок, права остаются у Спартака. Мы с ним разговаривали сейчас, договорились, что он вернется домой, подумает, интересно ли ему возвращение в Лигу, либо он, возможно, попробует себя опять в Северной Америке. Так что по нему вопрос не закрыт. Что касается Ворона, да, мы благодарны ему за этот сезон, который он провел в Спартаке, у него была такая достаточно непростая семейная ситуация. В августе у него родился ребенок, и он весь сезон был вдали от семьи, но он показал себя профессионалом, что, в принципе, он и доказал в последней части чемпионата, став одним из лидеров команды. Но, скорее всего, мы с ним не будем преддавать сотрудничество. Спасибо. Вопрос еще? Да, можно. Да, Артем Круг, ТАСС. Роман Сергеевич, вот продолжение темы коллеги, которую он в начале начал, про молодых игроков. Кому-то ли из ограниченных свободных агентов уже сделаны квалификационные предложения вот из этой большой группы, которая в этом году спрогрессировала? Наверное, хочется их сохранить. Начнем с того, что квалификационные предложения можно делать с 1 апреля. Ну, как-то устно, может быть, договорились. Я скажу так, что у нас большая группа людей, молодых, подписана на следующий год, и у некоторых и долгие контракты на 3-4 сезона. Из тех людей, у кого заканчиваются контракты, и пока мы не можем точно понимать, где они продолжат свою карьеру, это Свечков и Чипликов. Эти ребята достаточно высоко задрафтованы клубами НХЛ, и для себя они еще не, как бы, окончательное решение по ним не принято. С одной стороны, у ребят есть желание попробовать себя в Северной Америке, у клуба тоже есть желание с ними продолжить сотрудничество. У нас, в принципе, с ними такой достаточно позитивный диалог идет, с ними, с их представителями. Здесь, как бы, решение будут принимать ребята о том, захотят ли они поехать туда попробовать или останутся в России. А по всем остальным игрокам у нас, в принципе, вопросы решены. Еще один вопрос, когда, возможно, в начале пресс-конференции говорили, извиняюсь, если так, по главному тренеру решен ли вопрос, в какой роли остается и остается ли вообще Алексей Заварухин, будет ли он главным тренером, вообще какие варианты, кандидаты есть? Скажу так, что у Спартака в следующем сезоне будет новый главный тренер, больше я сказать ничего не могу. Слухи комментировать мы не будем, я говорю, мы сами тут пока идем, грубо говоря, от своего кабинета на конференцию, читая новости, и каждые 5-10 минут новые кандидаты. Я понимаю, что это работа и агентов тренеров, и журналистов. Знаете, как это делается? Звонит Айроген, говорит, вам интересен этот тренер, и ты просто спрашиваешь, какая стоимость, да, и договорят, и больше контактов нет. На утро выходит новость, что мы кем-то интересуемся. Скажу так, что все, что пишут в интернете, это как бы слухи. То есть, ну, Алексей Заварухин не будет главным тренером, правильно я понял? Ну, очень сложно сказать. Сейчас команда соберется после небольшой паузы, мы сядем, обсудим Алексея вместе с тренерами, должны будут как бы подвести итоги сезона со своей стороны, сказать, что у них не получилась причина, а дальше мы сядем и будем разговаривать. То есть, где-то, возможно, что кто-то из тренеров получит предложение от нас остаться в системе, да, в какой-то определенной роли. Но все решения, это же, как бы, когда ты предлагаешь, например, работу, человек же может отказаться. Может быть, у тренеров, у того же Заварухина какие-то свои планы. У тренерского штаба контракт до 30 апреля, а дальше будем разговаривать. Вопрос по вратарской бригаде, по Рыбору, я понял, что он остается, а вот остальные, ребят, Красиков, Куликов. Красиков у нас контракт заканчивается, права остаются у клуба. Мы, конечно, будем разговаривать с Алексеем, с его представителями, как они сами видят, хотят ли они остаться в «Спартаке», в какой роли, потому что я так понимаю, что все равно сезон у Алексея получился не самым лучшим. Будем думать, будем думать, нам нужен достаточно хороший второй вратарь, бэкап, если Алексей будет готов к этой роли, да, и мы поймем, что он справится. Конечно, мы попробуем сотрудничество наше продолжить. Если нет, то, конечно, будем смотреть, что будет происходить на рынке, но вы же знаете, рынок вратаре, он достаточно, он еще уже, чем рынок игроков. И если раньше клубы КХЛ в большей своей части закрывали эти позиции иностранцами, ну, топовыми иностранцами, то сейчас, конечно, это тяжело. И я не думаю, что нам получится, ну, вернее, клубам КХЛ этим летом привести какие-то знаковые вратарей, так что на русских вратарей будут спросы. Поэтому, ну, вообще, я считаю, что у нас, в принципе, есть глубина вратарской линии. У нас Дима Поляков достаточно неплохо в этом году выступает на уровне вышки, проводит хороший сезон, наверное, первый такой его взрослый сезон, потому что он до этого прошел всю систему Спартака и в Афланте выступал, и в молодежке такой, как бы, шаг за шагом движется вперед. Но, конечно, у молодой вратарь мы видели, что в этом сезоне у него были и неплохие отрезки в КХЛ, несколько матчей, но, с другой стороны, были плохие отрезки. Тут, молодой вратарь, главное, чтобы он психологически был готов уже к той роли, если вдруг она у него будет в КХЛ. Самое главное – это стабильность. А дальше у нас большая группа молодых вратарей, и Виноградов, и Канаев, и Корзин, и дальше Кузьменко, можно сказать, один из лучших вратарей вообще своего возраста в стране. Так что мы также соберемся с тренером вратарей, они нам должны приготовить свой план по каждому вратарю и некое такое резюме, что нам с ними делать – оставлять в системе, не оставлять в системе. И если мы сможем с рынка усилить вратарскую позицию, мы, конечно, будем это делать. Ну, по крайней мере, мы понимаем, что у нас есть рыбор, и, в принципе, такие начальные позиции достаточно хорошие, потому что я считаю, что Патрик входит в группу лучших вратарей лиги, и это показывает достаточно такая статистика продвинутая, где он показывал такой стадийный результат. Тоже были причины, где у него было несколько раз он там по состоянию здоровья пропускал матч, но, в принципе, к нему по сезону практически нет рейтензий. Это хороший вратарь уже, адаптированный для лиги в хорошем возрасте. Так что я считаю, что вратарская линия у нас к следующему сезону мы подходим в нормальном состоянии. Филипп Юрьевич, вопрос к вам. В молодежке «Спартака» появились талантливые игроки 2005-2006 года. Как вы оцените их выступления и следите ли вы за ближайшим резервом Академии? Ну, молодежь у нас прогрессирует. Сначала, с предсезонки, когда у нас ребята пришли, молодая, большая группа молодых ребят, вот, и мы их просмотрели, вот, кого-то оставили на сезон. Вот, Рокчеев у нас так прогрессирует, в принципе, весь сезон. Вот, это шестой год. И у Вуйченко там, у него, конечно, травмы были. То, что вот огорчает, там, начались на протезонке травмы получил там и в сезоне. Вот, но сейчас вот вышел и показался, вот, такой хороший уровень, что, как бы, порадовал. Вот, и ЮХЛ, они здесь с нами тренируются, и мы просматриваем, и на тренировочный процесс берем. И дали возможность, там, с Динамо, Санкт-Петербург сыграть молодым парням с ЮХЛ. Как бы, они у нас все на карандаше, посмотрим, да. И теперь вопрос для Романа Сергеевича. Как вам молодежь в составе основы? Кого вы могли бы выделить? Скажу банально, выделять никого не хочется, потому что, как я уже говорил, молодежь должна показывать хороший результат, достаточно стабильно. У нас были в этом году всплески, и многие игроки забросили свои первые шайбы в КХЛ. Кто-то это пережил достаточно спокойно, кому-то было тяжело. Радует, что у нас есть большая группа молодых игроков, а дальше уже задача тренерских штабов всех команд системы развивать, их развивать, чтобы они прогрессировали. Но главное, чтобы это была улица такая двусторонним движением, чтобы игроки, которых клуб вкладывает, которых верит, они должны как-то тоже более ответственно относиться к своей профессии, потому что вообще очень много талантливых игроков не только в системе «Спартака», а вообще в нашем хоккее. Но до верху очень многие не доходят по разным причинам. И как раз сейчас у молодых ребят самый сложный такой возраст, переход с детского хоккея, ну, с молодежного хоккей во взрослый. Вы сами понимаете, такой возраст, 20-22 года, это все-таки уже не только другая хоккейная жизнь, а просто жизнь другая. Кто-то чуть меньше начинает своей профессии уделять времени по разным причинам, там, девушке, там, еще какие-то, там, институт. Ну, люди должны приоритет выставить, да, если хочешь игрок стать хорошим игроком, да, и понимать, что эта профессия, это является его возможностью заработка, для него, для семьи, конечно, он должен выбирать. Но основная задача наша – не потерять этих молодых ребят, чтобы они, как бы, или в системе «Спартака» продолжили развиваться, либо просто остались в хоккее. Так, я говорю, что той группой молодых ребят мы, конечно, довольны, но для того, чтобы мы еще больше им доверяли, каждый из них должен чуть больше влиять на конечный результат команды. Роман Сергеевич, опять вопрос по игрокам. Матвей Заседа, я считаю, выдал хороший сезон, была отличная голевая серия. Вот как с ним обстоят дела? Договариваешься с ним об улучшении условий контракта? Наверняка уже там могут кто-то его чем-нибудь приманить. Ну, Матвеевич, год контракта. Да, да, да. Надо посмотреть, как он проведет следующий сезон. Все-таки этот год у него был такой первый на уровне КХЛ, где у него уже была и некая более важная роль, чем когда он начинал свою карьеру и Хабаровский, и у него был опыт выступления за авангард. То, что Матвей вошел в топ-5 наших снайперов, да, конечно, это здорово. Но ему нужно все равно работать над собой, ему нужно улучшать игру в обороне. И в следующем году уже и к нему будет некий другой с нашей стороны спрос, да, и со стороны соперников. Тем более вы же видели, что в конце сезона Матвей и физически тяжело было ему играть на этом уровне весь сезон. В конце, конечно, мы от него ждали чуть большего, но мы спишем, что это на это, что достаточно первый год. Он получил шанс, да, и им воспользовался. Это вот к вопросу о тех молодых ребятах, которые получат в следующем году шанс. То есть шанс, самое главное в этом бизнесе иногда получить шанс, да, и им воспользоваться. У некоторых ребят там шанс может быть один в жизни, да, вот у нас пример на Фатаха, да. Да, мы понимали, что у нас играть в Динамо уже с точки зрения результат по таблице не так важна, да, и мы буквально с самолета сняли Вадима. У молодежки было два выходных, он уже с чемоданом поехал в Пензу. Мы говорим, давай Фатах, остаешься, завтра сыграешь. Он, конечно, перепуганный там, две ночи не спал, вышел, но забил гол. Я говорю, Вадим, понимаешь, может быть, ты никогда больше в КХЛ не сыграешь, да, но все тебя запомнят. Одна игра, один гол, как он его забил, тоже не вспомнит, да. Но вы понимаете, какие эмоции Вадим получил, и мы, в принципе, очень довольны, что мы ему дали шанс, а он воспользовался. И я считаю, что, конечно, мы ждем от Матвея в следующем году повторения такого же результата с точки зрения голов, очков, но вместо состава никому не гарантированного в следующий год, и нужно будет в предсезонке пробиваться, доказывать. В принципе, мы с Матвеем этим летом, когда контракт подписывали, у нас была договоренность с ним, что шанс он получит. А как он им воспользуется, ну, это уже потом мы будем с него спрашивать. В моменте он, конечно, нам помог тогда. И там 14-15 голов – это хороший результат для игрока такого возраста. Матвей всегда был талантливым игроком, что-то мешало ему до этого раскрыться, но самое главное, чтобы он не останавливался на этом. А с точки зрения улучшения условий контракта, у него есть контракт, его нужно отработать, а дальше мы уже будем разговаривать по поводу нового контракта. Когда это будет, не знаю. Сейчас, в следующем летом, в течение сезона, пока не могу сказать. Спасибо. Давай, Андрей. Вопрос по финансированию. На следующий год, ну, как бы финансирование, финансовые возможности клубов были в общую сеть выкинуты, и «Спартак» входил на Западе в пятерку. Как бы самых, можно сказать, богатых клубов Запада. Останется ли финансирование на этом же уровне? Ну, я скажу так, там пятые были, шестые. Ну, там группа команд. Нет, ну, там как было, там были четыре команды с большим бюджетом, а дальше все остальные. И потом пять команд с плюс-минус одинаковым бюджетом, да. Ну, сейчас сложно сказать по поводу финансирования на следующий год, но никаких там сигналов о том, что оно будет, так скажем, что оно будет меняться, не было. Так что мы продолжим работать в тех же, в тех же, в тех же, в тех же рамках. – Филипп Юрьевич, можете как-то поподробнее рассказать о функционаре Александра Баркова в вашем штабе, чем он занимается, за что отвечает? – Ну, Александр Юрьевич у нас, можно сказать, такой мозг помогает нам во всем, по всем позициям, большой опыт у него в тренерской работе, и, как бы, разбирается, вот именно в таких нюансах, мелочах, подсказывает, и он большой, как бы, такой тоже играет роль, вот, и помогает и по нападающим, по защитникам, большинство, в принципе, человек, большой опыт, помогает во всех позициях. – Роман Сергеевич, какой вопрос в связи с этим? Как-то, может быть, вы думали над тем, чтобы кого-то из тренерского штаба молодежной команде какого-то слова подключить, в частности, Баркова? Потому что мы хорошие отзывы о нем, о его работе, я слышал, о молодежной команде. – Не думали. Я считаю, что Александр в данный момент находится на том месте, где он может принести максимальную пользу для системы. И когда мы с Филиппом Юрьевичем обсуждали в конце прошлого года о том, как мы можем усилить работу тренерского штаба, вот от Филипп Юрьевича поступило такое предложение, они были знакомы с Барковым по Тольятти. В принципе, Александр сразу же открытнулся на наше предложение, он считает себя спартаковским в душе. Все-таки он провел, хоть и, может быть, не такое долгое время спартаке, 4-5 сезонов, но, как он говорит, что в России ближе команды, чем спартак для него нет. И с приходом Баркова, я считаю, что в нашем тренерском штабе наступил некий такой баланс, и сразу результаты улучшились. И сейчас посмотрим, как команда выступает с плод-офф. А дальше, я думаю, что в конце сезона, если у нас будет время, конечно, если команда еще не будет в системе играть, то мы, конечно, будем проводить мини-сбору для молодых игроков, и в том числе с привлечением с тренерского штаба молодежки, потому что они этих ребят лучше всех знают, держат в руках на протяжении всего сезона. А то, что Барков усилил тренерский штаб, я могу сказать, что мы это понимаем, это видим, а дальше уже будем смотреть. Все-таки у Александра большой опыт, и работает в КХЛ, в высшей лиге молодежи на разных ролях, да, и тут самое главное, я говорю, правильно использовать каждого сотрудника, каждого тренера, чтобы он приносил максимальную пользу. Спасибо. Давайте. Красная белая волна. Здравствуйте, меня зовут Павел. Василий Филипп Юрьевич, вопрос к вам. По поводу заключительных матчей в молодежной хоккейной лиге, где была дана возможность поиграть со всем молодым игрокам, которые до этого либо не играли совсем на уровне молодежной хоккейной лиги, либо играли очень мало. Скажите, пожалуйста, к первой серии вот с Красной Армией, кого-то из них думаете бы привлечь, или пока считаете, что рано? Потому что результат матчей хороший, вот, которые были. Ну, сейчас, на данный момент, в принципе, да, мы планируем. И еще один вопрос. Насколько существенно вы считаете, что Красная Армия начнет дома игры в плей-офф? Потому что, вот, глядя на КХЛ, сейчас настолько эти границы размылись, по-моему, сейчас не такое большое значение имеет. Ну, я думаю, да, в принципе, тут мы в рамках одного города, в принципе, тут я не думаю, что там такое большое имеет значение, там, дома, на выезде. Вот, так что мы будем подготовиться. Ну, поддержка будет хорошая, это я точно абсолютно знаю. То, что сказать спасибо этим болельщикам, это мало сказано. Везде поддерживают, в каждом городе. Очень приятно играть на выезде. Куда бы мы ни приехали, даже мы в Карелию играли. Там, наверное, полстадиона было спартаковских болельщиков. То, что они там нам сделали после игры, когда мы выиграли. Как они нас встретили с салютами, с флагами. Это наш был первый выезд, первые игры. И это было очень приятно. Такое впечатление прям сразу. О болельщиках очень хорошее. Спасибо большое. Спасибо, еще вопросы. Да, да, да. Арман Сергеевич, сезон продолжается. Химик и МХК «Спартак», я считаю, имеют хорошие шансы продвинуться как можно дальше. Вот такой слух муссируется, что система «Спартаковская» просто отдаст все силы, чтобы одна из команд одержала победу. Ну, взяла кубок. Либо кубок «Братины», да, либо кубок «Харлама». Вот прокомментируйте, пожалуйста. Это так вот стоят такие прям задачи? Задача выигрывать, она всегда стоит. Как у любой команды, да. Если у нас получится это, то мы, конечно, приложим все усилия и поможем и Химику, и МХК «Спартак», чем можем. Ну, на данный момент мы разбили ту группу ребят, которые могут выступать за Химик и за молодежку на две команды. И каждая команда готовится уже в своем составе к играм в плей-офф. Мы это сделали намеренным для того, чтобы не было таких перемещений неожиданных. Знаете, когда утром, например, один состав, вечером другой состав, чтобы ребята спокойно готовились. У тренеров было время наиграть какие-то свои задумки и понимать уже заранее, да, на каких игроков они смогут рассчитывать. В принципе, у нас сейчас, наверное, на односторонних контрактах человек 8-10, да, которые продолжат, да, потом тренировочный процесс. Но мы, как бы, для этого процесса нам, как говорится, с одной стороны, нужны люди, да, которые, ну, все люди у нас играют. У нас, в принципе, наверное, в Химике процентов 70-75 игроков, которые имеют опыт выступления в этом году в КХЛ. И мы считаем, что у нас достаточно крепкая команда. Химик прошел первый раунд, сейчас ждем соперников второму раунду. Ну, задача у них стоит, как можно дальше продвинуться, а дальше будем смотреть. То же самое касается и молодежки. Я уже говорил, что мы туда отправили большую группу людей, Сличкова, Чибрикова, Исавикова, Иорлова. И, как бы, они уже готовятся с молодежкой уже на протяжении, там, трех-пяти дней. У нас вчера была товарищеская такая двухсторонняя игра. Они тоже участвовали, показали себя достаточно хорошо. Ну, это лидеры команды, да, от которых зависит, в принципе, и результат выступления молодежки. И задача, и мы с ними разговаривали, и с тренерским штабом. Главное – объединиться, поверить в себя. И, да, конечно, на бумаге, там, Красная Армия всегда является фаворитом, да. В том году они в финале играли. В том году они были первые, мы восьмые, в первом раунде сейчас четвертые, пятые. И, как бы, мы ребятам говорим, что основной момент будет психология. И это такой момент, на который мы внимание в рамках нашей системы постоянно уделяем. И видим, что это есть и на уровне академии, и на уровне школ, да. Что, если раньше «Спартак» проигрывал ЦСКА, ну, так скажу, там, в одну калитку, да. Сейчас мы уже приблизились, сейчас уже где-то выигрываем. Но, так смотрим статистику, да, что обычно, даже когда наша команда выигрывает, там, последние пять минут часто пропускаем голы, проигрываем матч, это все психология. Если у тренеров получится ребятам донести, что мы можем выиграть Красную Армию, то у команды хороший шанс. В том году мы тоже, в принципе, настраивали, что мы сможем дать бой. У нас и «Злодеев» играл, и «Васик» Пономарев, да, но не получилось. Не получилось по каким-то причинам. Я считаю, что эта команда наша стала более опытная, молодежная команда. Есть ребята, которые уже выигрывали клубок. Так что все в руках молодежки. Да, Филипич? Ну, да, я тоже поддержать, что это чисто такая психологическая тема, как бы тема, что даже по началу сезона, там, ЦСКА, там, Красная Армия, Динамо, там, прям, буквально, там, ну, первое начало сезона, как бы, так робко выходили, как с какой-то такой боязнью, вот. А сейчас, на данный момент, мы их всех, в принципе, все выигрывали, эти команды, и играли на уровне, на очень хорошем, и мы сейчас вышли, и психологически, я думаю, у нас уже нет такой проблемы, что какой-то у нас, там, перед какой-то командой, какая-то там у нас психологическая зависимость, у нас сейчас ребята, в принципе, все уверены, уверены в себе, в своей игре, вот. Я думаю, что, ну, ребята дадут хороший бой. Тем более, вот вы сказали, передергиваний не будет, да? Так я понимаю, Иванов и Дедковский, они будут с вами. Нет, ну, я отвечу. Иванов, мы оставили единственного лимитчика третьего года в Химике, на сегодняшний день, это Иванов, да, он там играет много, на данном этапе не планируется его привлечение. Что касается Дедковского, но у нас сегодня еще, есть сегодня день, завтра, он пока находится в Химике, он сыграл, там, пять игр, набрал пять очков, с точки зрения статистики, он показывает в Химике хороший результат, мы сейчас проконсультируемся с тренерами Химика и с Филиппом Юрьевичем, как нам лучше, или оставить его там, готовиться к второму раунду, либо вернуть его в молодежку, по нему решения еще нет. И, в принципе, из тех людей, кто у нас в Химике находится, за молодежку, помимо Иванова и Дедковского, может играть только Егоров. Все остальные ребята уже находятся в расположении молодежки. А вот еще, игроки Спартака, в конце сезона там травмированных было, Цыплаков, Верба, сейчас не припомню. Ну, если уж так, у нас человек 9 травмированных, может быть, уже больше. Многие из них, они могут играть за Химику, вот, скажите, восстановится кто-нибудь? Нет, скорее всего, может быть, только Герман Рубцов. Вот, Рубцов. И то не в следующем раунде, может быть, только к следующему раунду, к третьему. А у всех, у других ребят достаточно такие непростые травмы, кому-то будет необходимо оперативное лечение. В принципе, они, несколько ребят внесены в список травмированных до конца сезона уже. В принципе, мы не ждем. Ну, может быть, Чизганов еще. Но это тоже не раньше, чуть ли не середина апреля. Спасибо. Роман Сергеевич, есть понимание того, кто из российских лидеров команд точно не останется уже в Спартаке? Из российских? Ну, я имею в виду Плачев, Луктев. У нас контракты же, Луктев, Луктев. У него контракт еще два года, Ишневский плюс два года тоже сейчас. Большая группа молодых игроков вся подписана. Цыплаков, Талалуев, Кварталев, у них контракты. Имеется в виду защитное линию Чудинов, Емелин? Будем думать, будем думать, анализировать. Все-таки нужно будет дождаться решения тренерского вопроса. И дальше уже, в зависимости от того, видит ли тренер этих ребят в составе, будем уже принимать какие-то решения. Пока сложно сказать. Спасибо. Роман Сергеевич, еще такой вопрос по следующему сезону. Уже важный вопрос, я считаю. Принято решение, где будет в КХЛ команда играть в Москве? В Мегаспорте тогда? У нас действующий контракт с Мегаспортом. Судя. Других площадок на данный момент мы не рассматриваем. Спасибо. Роман Сергеевич, можете прокомментировать сейчас по состоянию квартального? Информация была, что тренер говорил, что вот-вот он должен восстановиться. Так он не восстановился до конца сезона. Что там вообще за травма? Вы же видели момент, когда Дарьев получил травму, когда с головой облет у него были некоторые проблемы. Мы пытались его несколько раз подключить в группу тренировочную. Пытались сфорсировать его восстановление, чтобы в конце сезона он мог сыграть. Но на тот момент улучшения не было. Такая травма, которая просто необходима время и полностью восстановиться. Поэтому мы не рассчитываем на участие Данила в играх химиков. На данный момент он проходит реабилитацию, но пока без нагрузок. Коллеги, еще вопросы будут? Да, можно еще? Давай, да. Роман Сергеевич, еще по молодежному хоккею. Алексей Морозов на день рождения Крылья Советов в этом сезоне поблагодарил «Спартак» за сотрудничество, что команда помогает. Можете прокомментировать, чем конкретно команда помогает Крылья Советов? И вот она вылетела в серебряный дивизион, то есть, соответственно, из золотого вниз. Вот как это тоже прокомментируете? Ну, если говорить о спортивном сотрудничестве, то мы помогаем Крыльям игроками. То есть, у нас большая группа людей, которая не смогла сходу зайти в состав молодежки, там, пятого года. Четвертого года некоторые ребята остановились в своем развитии. Мы просто передали на этот сезон их Крыльям. Многие из них показали неплохой результат. После сезона мы подумаем, стоит ли их возвращать в «Спартак» или пусть они продолжат играть в Крыльях. Ну, с точки зрения спортивного сотрудничества, так же это все равно идет на пользу всей системе. И тот же Данил Иванов, он, в принципе, начинал в Крыльях Советах. И в Крыльях есть несколько интересных ребят. Пятого-шестого года, за которыми мы следим. Но решение по тому, где им лучше выступать, в «Крыльях» или в «Спартаке», конечно, мы будем принимать с точки зрения того, чтобы это было на пользу игрокам. Потому что иногда лучше играть по 20-25 минут в одной команде, чем 5-10 минут в четвертом занятии другой команды. А то, что касается вылета команды в дивизион, ну, конечно, это, наверное, неприятно. Всегда вылетать, неважно, можно ли вернуться, нельзя ли вернуться. Но с точки зрения, например, попадания в пыло для Крыльях Советов, ну, ничего не меняется. Этот сезон, тем более, вам показал, да, что командам из группы «Б», ну, серебряного дивизиона, где-то даже проще попасть в пыло, потому что они большую часть игр проводят с менее сильными командами, набирают очки, и задача Крылья Советов также остается попадать в пыло. Только теперь просто им нужно будет, ну, выигрывать или дивизион, либо через плей-ин попадать в пыло. Спасибо. Коллеги, еще вопросы будут? Веду, пожалуйста. Роман Сергеевич, можно еще один вопрос по поводу позиции Никишина, которого отдали в СКА, и планируется ли, может быть, кого-то в новый сезон просматривать на его позицию, чтобы как-то усилить команду, потому что вот обмен произошел, человек показывает хороший результат, великолепный просто. Как мы с этим можем справиться и все? Вернуть его обратно? Ну, вернуть его обратно это было бы вообще идеально, так сказать. Но, может быть, какого-нибудь игрока вместо него, и кто по уровню, как вы считаете, соответствует его сейчас? Никишина. В КХЛ. Именно в КХЛ? Да. Ну, мы же понимаем, что у Александра был такой достаточно прорывной сезон в этом году, и тут много факторов, и в том числе и та организация, где он выступает, и уровень партнеров, которые вокруг него, и уровень доверия, да. По потенциалу это игрок Национальной хоккейной лиги, причем мы считаем, что он уже сейчас, если бы у него не было контракта с клубом КХЛ, мог туда поехать и уже быть одним из таких заметных игроков, несмотря на то, что ему всего 22 года. был, исполнится, да. То есть, ну, он один из лучших защитников лиги на данный момент. Трудно с кем-то его сравнить, потому что он достаточно такой, уже похож на такого идеального защитника, да, большой, с катанием, у него хороший бросок, видение игры. Я думаю, что любая команда в лиге бы хотела бы иметь похожего игрока. У нас в системе есть несколько игроков, которые потенциально могут достичь такого же уровня, но пока тяжелый, ну, я не буду называть фамилии, я думаю, что так все их знают, за ними следят. А по поводу обмена Никишина, тоже, наверное, раз в 10 или 15, когда меня спрашивают, и в начале сезона, и в середине, и сейчас. С точки зрения набранных очков и результата, конечно, можно сказать, что в данном обмене, там, кто-то победил, да, но мы же еще летом говорили о том, что анализ этого всего можно будет сделать, там, через 2-3 сезона. Потому что, где будет через 2-3 сезона, Александр? Что будет с теми игроками, которые были в этом обмене? Кто вернется из Америки, да, из ребят, у кого права? И как будут развиваться те люди, которых мы получили? А сколько на данный момент игроков, которые играют в Соединенных Штатах? В 2-3? Трое, точно. Трое, да. Коллеги, еще вопросы? Филипп Юрьевич, скажите, пожалуйста, вы не участвовали в плей-ин, это хорошо, вы заняли 5-е место. Ну, вот эта пауза, да, которая у вас между окончанием регулярки и плей-оффом, вот почему было не сыграть какие-нибудь контрольные матчи официальные? Ну, не официальные, а контрольные матчи с какой-нибудь командой. Тоже вылечишь теми же крыльями советов? Вчера играли с ним. А, вы вчера играли с ним? Тогда все. Тогда все, вопрос снимаю. Все, команда, значит, готова. Так, Олег, еще будут вопросы? Нет вопросов. В зуме тоже у нас не было вопросов. Все, тогда всем спасибо большое. Спасибо. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.